Музыка 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 Субтитры подогнали Симон. 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 работали и тоже помогали организовать этот коллектив. Он был единственным в Беларуси в то время. Первый был организован для пожилых людей. В общем-то, мы посмотрели в Германии, как там относятся к людям, которые ушли на пенсию. А, то есть международный опыт все-таки тоже изучили. Да, ну я походила по всем домам, где эти люди занимались. Их привозили на автобусах, они пили кофе, пели, танцевали, играли вечером, развозили домой. А мы решили попробовать, как это в наших условиях, сделать что-то приемлемое. Ну вот и начали. Скажите, а не было ли такого, что сначала все соглашаются, потом, мол, какие песни, какие танцы, летом дача, огород, зимой здоровье нужно подумать? Бывало такое? Да, огород у нас во всех практически, кто здесь сидит, во всех огород есть. Иногда упираются, совершенно другое. Все равно приходят. Ну, святое дело, Лидия Степановна, святое дело концерт. Огород бросаем, едем, концерт, это концерт. То есть, огород огородом, а концерт никто не отменял? Да, конечно. Гастрольные маршруты никто... Ну, во-первых, я всегда так считаю, если ты пришел в коллектив, ты не должен подвезти. Не то, что огромный хор, а каждая единица что-то значит. Значит, надо быть обязательно. Все, это ответственность уже. Ну, я им делаю маленькое послабление. Репетицию мы не делаем, а делаем перед концертом, когда начинается дачный сезон. Вот знакомство, вы уже сказали, четверть века существует коллектив. Да, будет в феврале, 22 февраля будет 25 лет. Вот откройте тайну, уже какие-то приготовления начались? Ну, ничего. Возможно, новые костюмы, возможно... Пока еще не делаем, но мы новые костюмы немножко обновили, но это благодаря Тимофею Ивановичу, благодаря Фонду Мира, потому что он видит, сколько мы выступаем, в каких костюмах выступаем. Ну, мы шьем сами, в общем, собираем, шьем сами. Ну, и решил немножечко нас обновить. Поэтому мы благодарны, что заметили, что мы работаем, и что, в общем-то, и костюмы нужны тоже. Вот познакомился с вашим творчеством, и сразу это был Прометей. Потом был и Прометодес, потом были и какие-то другие проекты. Я с удивлением узнавал, что это все-таки вы, что это под вашим Лидией Степановой началом и чутким руководством. Сколько же вас сейчас? Ну, сейчас нас около ста человек. Да ладно? Да, это семь коллективов. И, в общем-то, еще народ приходит. Ну, брать-то особенно пока некуда. Поэтому сейчас открылось очень... После нас, через 10 лет, открылось много центров социальной помощи. Ну, и кто поет для себя, мы уже предлагаем пойти туда. Или в другие коллективы, где для себя занимаются. А сюда мы уже отбираем, кто имеет голос, имеет какой-то талант небольшой. Кастин. Серьезно? Да. Да. У нас уже не приходят люди, все, кто просто хочет петь. А было и такое время, что приходили. Да. Приходили подряд. А теперь, например, наши жертвовницы, у нас ни одного нет человека, кто уже не пел где-то. У нас все буквально пели в каких-то коллективах нашего. Вот мы, например, в Галко хор знаменитый Ивана Петровича пели все время. Поэтому вот она пела у Каплана, Семена Александровича. Ну, все вот, кто здесь сегодня, все пели в каких-то коллективах. То есть не просто люди с улицы. Это знают, что такое аккорд, что такое звучание, что такое дыхание и так далее. И иногда знают, что такое дисциплина. Всегда знаю. Жанр, в котором вы работаете, ну, его нельзя называть просто, что это какой-то там эстрадный жанр, песня, танец. У вас что-то обязательно с каким-то эксклюзивным юмором. У вас с какой-то интересной фишкой. Ну, вот что не номер, то маленькое удивление. Да не маленькое, просто удивление. Ну, в принципе, вот уже сказала Валентина, что мы выступаем часто вместе с другими коллективами на концертах родских. И когда начинает программа, то, ну, каждый коллектив поет почти одни и те же песни. Мы на это посмотрели и решили уйти от этого. Набрала новый репертуар, поискала где-то далеко-далеко в Сибири, там-сям, где у нас не поют этих песен. Но мы все равно сделали по-своему. У нас сейчас хороший музыкальный тандем. Прекрасные два баяниста, Геннадий Иванович и Сергей Викторович. Вот они с музыкой помогают, а я пытаюсь тексты переделывать на белорусский, на другие языки. И делать какой-то подтанцовку, обыгрывание, чтобы песня была веселая и позитивная. На подготовку музыкального номера обычно сколько времени уходит? Ну, когда как. Иногда два раза порепетируют, а я их концерт уже отправляю выступить с этим номером. Оно всегда чувствуется, пойдет, попробовали на концерт. Если им уже нравится номер, то они быстро его запоминают и быстро готовы к работе. А иногда и месяц-два. Лидия Степановна, вот позвольте воспользоваться и этим вечером, и тем, что вы у меня в гостях. Ну, 25 лет вы у руля коллектива, который уже по праву заслужил громкие аплодисменты, огромных лучших концертных залов, ну и студии программы «Добрый вечер, Гомель». Но вот вы сами никогда не появляетесь на сцене. Почему, расскажите. Ну, сегодня же вы на сцене. Так что вы не правы. Ну, я считаю, что каждый должен заниматься тем, что лучше умеет. Кто-то поет хорошо, значит, должны петь. Я занимаюсь сценариями, обработками, пародиями, костюмами. Работы очень хватает вне сцены. То есть вы директор, режиссер, постановщик, продюсер, администратор коллектива. И добытчик костюмов, ленточек, вышивок и прочее. Друг администратор. Все в одном лице. Поэтому просто на сцену и некогда идти. Я хочу напомнить, друзья, что мы работаем в прямом эфире. Это значит, что вы запросто можете позвонить к нам в студию по номеру телефона, который видите вот здесь, вот внизу, на ваших экранах. Не забывайте оставлять ваше сообщение в нашу группу ВКонтакте. Заходите на страницу телеканала «Беларусь4» в Инстаграм. Подписывайтесь. Также оставляйте ваши комментарии. Ну и напомню, что сегодня у меня в гостях великолепный коллектив жертвовницы. Песни в их исполнении и концертные номера мы, безусловно, в рамках сегодняшнего доброго вечера еще увидим. Но еще об одном мероприятии хочу рассказать. Гомельская областная филармония готовит великолепный концерт, который состоится уже завтра, 21 мая, в 18.00. Концерт, в котором примут участие камерный оркестр, дирижер Андрей Глазенков, солистка Ольга Кузьменко, колораторная сопрано. У меня в руках пригласительный билет на двух человек на этот концерт, но просто так я вам этот билет не отдам. Есть у меня, соответственно, и вопрос. Вопрос про моих сегодняшних гостей, про замечательный коллектив, которому в следующем году, как выяснилось, исполняется 25 лет четверть века на сцене. Это уже можно считать золотой возраст? Ну, уже после золотой возраста. Так вот, вопрос у меня следующий. Под каким названием коллектив под управлением Лидии Еловой впервые появился на большой сцене? Напомню, что ваши ответы я принимаю только по телефону. Звоните, давайте общаться. Ну, а в Viber можете писать ваши поздравления, пожелания, просто приветы и вопросы нашим сегодняшним артистам. Напомню, что за правильный ответ, под каким названием коллектив Лидии Еловой впервые появился на большой сцене, за правильный ответ я вам отдам этот пригласительный билет на концерт камерного оркестра, который состоится уже завтра. Ну, пришло время немножко передохнуть, услышать еще раз, что же вы будете петь. Песня «Казачок». Как появилась в вашем репертуаре? Эта песня называется «Эх, душа казака». Нет, это «Казачка». «Казачка». Песня «Казачка» у нас появилась пару лет назад в репертуаре. Ну, как было уже сказано выше, подбором репертуара у нас занимается наш руководитель. Она и аранжировщик, она и режиссер, она и костюмер, все в одном лице. И пару лет назад, когда эта песня у нас появилась в репертуаре, мы принимали, наш коллектив принимал участие в конкурсе, который называют «Не стареет душой ветераны». Там с этой песней мы… Ну, это песня «Оренбургская степь» и «До Широка». Нет, это «Оренбургская степь» и «До Широка». Это «Эх, душа казака», песня, где мы приняли участие. Я бы хотела рассказать о песнях «Душа казака». Поскольку я в этом коллективе не так давно, и мне эта песня уже рождалась в моем присутствии. Поэтому я могу о ней рассказать, что эта песня у нас в репертуаре, и что на конкурсе «Не стареет душой ветераны» с этой песней мы получили диплом первой степени. И теперь мы этой песней, как правило, нашу программу заканчиваем. Она веселая, позитивная. На веселую ночь заканчиваем и расходимся. Но мы-то еще расходиться не собираемся, а буквально, друзья, через мгновение ансамбль «Шартауницы» снова в этой студии. Не переключайтесь. ПЕСНЯ 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 Казачка 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 Ух ты, Чечерский район, привет Чечерскому Я автобиста доброведаю Лидию Степану Мело Счастья, колись Супротсовничать Так давайте же познакомимся с вами, как вас зовут Любовь Александровна Голубицкая Гармонистка Казачка Помню, помню Замечательно Вот такие чудеса происходят у нас в эфире Верь мне рада бачить И суть, что коллектив Паспякова просягла и образовать Хочу пожелать поспеху, здоровья И новых подороже утекалых Верь мне рада вас бачить Скажите, а чем вы сейчас занимаетесь? Продолжили ли свое творчество? Конечно А музей хлеба у Бачвиновей Ух ты Я там працую Гармонист На гармонику играю И там у нас так само Ну так и семейный коллектив Верь мне мало У нас Удивников Только свои работники Кожный Амай, кожный 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 Две-три группы Бывают у нас Зломеля Навок были Великолепно Великолепно Так что запрошаю И коллектив Люди Степановны Калини Будут наведать Наш музей хлеба Покастовать Нашего хлеба Пошпевать Разом с нами Потанчить Я думаю Такая Сустрыжа Будет Спасибо вам огромное За ваш звонок Билет пока остается у меня Чичирскому району Передавайте огромный привет Обязательно ждите нас в гости Ваш замечательный музей хлеба Лидия Степановна А ведь Вопросик-то вы подготовили Вот Как говорится Со звездочкой С первого раза Это даже бывалые Даже ветераны коллектива Не смогут ответить Ну бывает Напомню номер телефона Прямого эфира Внизу на ваших экранах Поэтому звоните Билет Пока что остался у меня Ну и вопрос у меня Под каким же названием Коллектив Лидии Степановны Еловой Впервые появился На большой сцене Вы единственная в стране Коллектив такого формата Или есть? Ну мы уже говорили Такие вот как вы Да-да Есть такие коллективы Малые вот по своему составу Но я говорю Что мы отличаемся У нас свое лицо Я вот понимаете Даже объясню Почему Стараюсь получить ответ На этот вопрос Недавно прошло Евровидение Все прекрасно помнят Как бурановские бабушки Выступали тоже на Евровидении Вот часто приходится Слышать какую-то параллель Или вот Какие-то сравнения Вообще-то мы у них Даже пародию одну Так сказать Взяли Переделали ее Работаем в тендеме Это в принципе Почти одно Один и тот же коллектив Театр пародии Антистресс И Жартовницы Участники и там Половина и там И многие музыкальные номера Даже те же Бурановская бабушка Они у нас вначале Были сделаны Мы и живьем пели И музыкальную пародию Делали И сейчас усовершенствовали И с Киркоровым И много там Новшеств Работаем с этой пародией Ну потому что Есть и пародия у нас И есть и жартовницы Обыгрывают песни И шуточные делают Это такой стиль Другой чем пение Одно только 100 человек Сейчас насчитывает коллектив 25 лет вы уже существуете на сцене Ну наверное очень много Людей Музыкантов Певцов Артистов Танцоров Прошло через Ваш коллектив Вот даже сегодня Из Чечерского района Если можно так сказать Ваши бывшие артисты Позвонили Поддерживаете ли отношения С теми кто По каким-либо причинам Я очень рада Что Чечерский район Объявился Это замечательные люди Мы с ними давно Очень встречались И рады Я думаю что мы с ними Еще встретимся И пригласим их На наш фестиваль Нам года не беда Который будет В сентябре Вот на 25-летие Может давайте сейчас С помощью программы Благодаря программе Добрый вечер Мы соберем всех Позовем всех Нам организуют юбилей То мы с удовольствием Ну мы в любом случае Обещаем информационную поддержку Вам обеспечить Хорошо Но я еще могу сказать Что вот Наверное Многие знают Есть известный Очень хореограф Роман Ковалев В Минске Френдалюкс Это тоже наш воспитанник Да ладно Вы даже из такими У нас была детская Фольклорная группа Жанрами работаете Детская фольклорная группа Танцевальная Изъездили они По Чернобылю Были и в Германии И в Италии Очень хорошо детей принимали Занимались параллельно Еще и с детской группой Бабушки шили костюмы Помогали им песни Разучить народные И они это воплощали У жизнь дети Был такой Тоже момент Затронули мы тему И ваших Многочисленных коллективов И ваши пародии И насколько мне известно У вас За четверть века Уже сложились Не то что Творческая дружба А даже настоящая Дружба С именитыми артистами Например Театр Евгения Коржановского Христофор Студия Сябры В частности Анатолия Ермоленко Ну да Это многолетняя Дружба с Анатолием Ермоленко Мы около 30 лет Знакомы еще До создания Во что сегодня Переросли все эти Отношения с мэтрами Белорусской эстрады И не только Не мешает общаться С нами С простыми людьми С пенсионерами Если надо посоветоваться Что-то Вот песню какую-то делаем Я говорю Анатолию звоню По телефону Так-так Это лучше Он всегда подскажет Никогда не скажет Занят я Или за границей Нет-нет Говорите Все И всегда Когда приезжает С удовольствием Приглашает нас на концерт И мы Сделали его песню С его разрешения Праздники Перевели на белорусский язык Он слышал Ему очень понравилось И так же С Крыжановским Мы много лет работаем И выступали Когда был Театр Христофора Выступали часто Номера наши Пародины Были в их концертах А с Анатолием Ивановичем Не планируется ли Какой-то совместный дуэт Ну если где-то получится Были праздники В принципе Готовы ему подпеть У нас есть подтанцовка Мы собирались Об этом был разговор Но у нас была пародия Себрына Пенсии на него Он ее видел И был у нас концерт В Минске В республиканском Вернее В ветеранском доме Дом ветеранов И там выступал Анатолий Иванович Во втором отделении Мы в первом Показывали пародию На Себрова Себрына Пенсия Он кричал Браво за кулисами Не обиделся? Нет Дал Подарил нам рубашку Чтобы его сыграли свою Мы пародируем Его рубашки Ну личная рубашка Анатолия Ермольенко Это дорогого стоит Водушевляет Артиста Водушевляет Вы знаете Те кто Следит За вашим творчеством Или даже просто Знает Некоторые ваши номера И те кто видел Ваш легендарный шпагат Ну или сальто Ну это вряд ли Кого-то оставит равнодушно Вот я честно признаюсь Ну Вы стали для меня Большим хорошим мотиватором Чтобы вновь Вернуть растяжку И хоть как-то Научиться снова Садиться на шпагат А мы возьмем Вас с удовольствием Номер тогда Серьезно? Когда научитесь Ну скоро буду по возрасту подходить Поэтому Нет У нас молодой Мы же И с детьми делаем И с молодежью Делаем номера Так что Не надо ждать старости Я понял Но вопрос у меня Абсолютно серьезный Вот признайтесь Сколько времени Уделяете физической подготовке? Ну потому что Чтобы сделать То же самое сальто Я кстати попрошу режиссера Показать Этот легендарный шпагат Вот А вы пока что расскажите Сколько времени Уделяете тому Чтобы Вот была такая растяжка И О! Прежде чем Сделать эту растяжку Идет большая подготовка И физическая И В творческом Плане Вот Тут и Бальные танцы И Хорошие Моменты Тренировочные Вот Потому что Чтобы такое Сделать Элемент такой Вот Необходимо Физическую Такую Разминку Сделать Чтобы все Мышцы Тело Были Размяты И В свободном состоянии Чтобы связки не порвать И так далее Ну я думаю Что какие-то И бассейн Да Не все делают Это Тут еще физическая форма Организм Ну и Наши две артистки Они сегодня здесь И тоже будут выступать Которые Садятся на шпат Они разминаются На даче У них тренировочная база Дачи Слушайте Какой Хороший Я всегда говорил Что Агроэкофитнес Никто Не отменял Великолепно Запели На итальянском языке И на Китайском Эксклюзивом Вокальный ансамбль Жартауницы Песня Ля Вониха Вы сейчас Все это Увидите Оставайтесь На нашем канале Ля Вониха 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 Забираю всех песок Ты ябоник, а мама ябон А как разная из карты была Ябоник, а как он, ты преди ябон Лево лаван и я с карты был Ябоник, а разная дона геран Померозик, жертельная нива Ябоник ульяной Ябоник, оси ей мать Ябоник, да винже не так Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот, потом, значит, здесь пригласили меня, я некоторое время не выступал, вот, а потом, Лидия Степановна, я пришел на танцы, на бальные, а тут Лидия Степановна дала меня и пригласила в коллектив. И вот я здесь пою, участвую в пародиях, танцую, вот, в бассейн хожу, занимаюсь бальными танцами еще, когда время есть, ну и на даче. Вот про дачу следующий вопрос, вот, я плавно подводил к этому. Май месяц, ну, это у некоторых садоводов-огородников горячая парада, у некоторых, у многих. И тут, как говорится, уж не до песен, гастроли гастролями, но и огородник, кто не отменял, вот, как совмещать и гастроли, и грядки, и огород, и любимую дачу? Ну, тут еще мы по лунному календарю работаем. Есть дни благоприятные, есть неблагоприятные. То есть, в благоприятные дни вы едете на гастроли, в благоприятные дни, извините, но... Да, иногда, и на даче будем петь на огороде. Кто тебя спрашивает, благоприятные тебе благоприятные, никто не спрашивает. Ну, если концерт, то бросаешь все, и едешь, участвуешь, поэтому и отдаешься танцам, ну, танцам, танцовкам, песням, вот. Поэтому очень прекрасно чувствуешь себя, задор получаешь, и когда с душой выступаешь, то и зритель дает такой заряд бодрости, что рады все хлопают, так, браво. Это хорошо и замечательно, но все-таки хочу продолжить огородную тему. Лидия Степановна, как Вы уже сказали, у всех практически есть дача и огороды. Расскажите, что нынче выращивают на огородах? Все выращивают на огородах, и помидоры, и огурцы, и перцы, и, конечно же, цветочки выращивают. Выращивают все, а потом все это перерабатывается, собирается коллективно разные мероприятия, ну, то бишь, дни рождения мы празднуем наших участников, и потом уже угощаемся плодами своего труда. У кого что уродило, получается. Да, да. И еще как приготовлено вкусно. И делимся своими рецептами. Ну-ка, давайте вот рецептами и делитесь. Вот начнем с того, что нужно сделать, чтобы урожай был хорошим. Ведь у каждого есть свои секреты, это безусловно. Нужно солнышко, желание посадить, желание вырастить и радоваться тому, что выросло. А то, что касается... Что Вы говорите? С песней. И я на огороде, соседка говорит, слушай, Петро, дай моему мужу работать, потому что он под забором стоит и слушает. Я все сажусь, все палю, все с песней делаю. Оно и растет. Новая методика. А ведь это на самом деле хорошая методика, если внедрить и применить, и авторская принадлежит творческому коллективу Лидии Степановны Еловой. Прометею или жертвовницам? Кому отдадим авторство? Ну, наверное, жертвовницам. Есть у нас телефонный звонок, давайте послушаем, кто к нам дозвонился на этот раз. Алло, здравствуйте. Алло. Давайте с Вами знакомиться. Здравствуйте. Ирина, меня зовут? Ирина, здравствуйте. Рада Вас слышать в нашем эфире, в нашей студии. Откуда Вы к нам? Из Гомеля. Из Гомеля. Ирина, расскажите, ну а сами-то часто поете, танцуете и дарите хорошее настроение? К сожалению, у меня таких талантов нет, но множество других талантов. Это счастье. Какие таланты у Вас есть? Расскажите нам всем об этом. А я рукодельница. Кто Вы? Рукодельница. Рукодельница. То есть, нынче модный хендмейд. Да. Ясно. Хорошо. Рассказывайте, насколько тесно и досконально знаете творчество моих сегодняшних гостей? Ну, к сожалению, неестественно и недосконально. Просто смотрю эфиры и заинтересовалась историей названия. Ну да. И пригласительный билет на завтрашний концерт, который состоится, камерный оркестр и солистка Ольга Кузьменко. Я так понимаю, Вы готовы его у меня забрать? Быть может. Итак, возможно, Вы знаете, под каким же названием впервые на большую сцену вышел коллектив Лидии Степановны Иловой? Вы знаете, я обладила полинтернета и нашла такой вариант, как «Еще не вечер». А где это на каких-то ресурсах Вы такую информацию нашли? Расскажите. А если она правильная, то я оставлю эту информацию в секрете. Лидия Степановна, это правильный ответ? Да, это правильный ответ. Совершенно верно, это правильный ответ. Ну, может, у Вас есть какие-то вопросы к нашим сегодняшним гостям или пожелания? А главный вопрос я выяснила. Мне было интересно, почему не про Метей, потому что про Метей я тоже слышала, а про «Еще не вечер» узнала бы то же самое. Мы поздравляем Вас с победой. Этот пригласительный билет Ваш нашему редактору на телефоне. Оставьте, пожалуйста, Ваши контакты и Вам расскажут, где и как Вы заберете этот пригласительный билет. Напомню, концерт состоится завтра, 21 мая, начало в 18.00. Ну, а кому не достались приглашения, билеты в кассах филармонии еще есть. Лидия Степановна, кстати, а почему еще не вечер? Я думал, только меня интересует этот вопрос, оказывается, вот видите. Дело в том, что Прометей – это название клуба по интересам, а в него ходили разные окружки, в том числе вот «Умелые руки» они назывались, «Умелые ручки» назывались, там, где вязали, шили, а те, кто пели, назывались «Еще не вечер». Первый ансамбль, который был, назывался «Еще не вечер». Поэтому Прометей – это общее название, это клуб для всех желающих по интересам разных, кто чем занимался. То есть и когда пришел момент. Готовил, вот и блюда готовили, шили. Это общее название. А еще не вечер – это песенное название, а все правильно. Вот, вы знаете, с самого начала эфира, то, что касается блюд, которые шикарно пахнут. Ну да, вы не скосините. Сегодня у нас ваше рукоделие, ваше производство, ваше изготовление. Два пирога вы принесли к нам сегодня. Я был наслышан, что Лидия Степановна без пирогов в гости не ходит. А еще я знаю, что у вас в клубе есть такая традиция – устраивать грандиозные чаепития. Расскажите немного об этом, потом вернемся к пирогам, расскажите их рецепт. Так вот, традиция эта у нас есть. На дни рождения наших участников каждый хочет показать, за что он способен. И приходится со своими пирогами. Чаепитие мы устраиваем. И таким образом объединяемся без алкоголя, без всего остального. Чай нас объединяет. Есть ли какие-то фирменные рецепты? Ну, конечно, у каждой хозяйки есть свой рецепт. И если это кому-то понравилось, никто не скрывает, рассказывает все. Основные ингредиенты, без которых, ну, просто не получится, удачный пышный пирог. Делитесь. Основные ингредиенты – это мука, сахар, масло, хорошее настроение. Как Валентина Петровна сказала, может, иногда и песня. Добрая душа, песня, искренний взгляд. И желание похвастаться. Частичка любви, чтобы всем понравилось. Ну, отлично, скоро пойдут ягоды, малина, клубника, черника. Значит, будут новые пироги. Украшать. Замечательно. Вот я так понимаю, что уже напросился на очередные пироги в гости к ансамблю «Жартовница». Но хотелось бы перейти к песне. Песню-то мы еще не наслушали, скажем так. «Эх, душа казака» – следующая композиция. Исполним ее? Да. Друзья, не переключайтесь. Вокальная группа, вокальный ансамбль «Жартовница». «Жартовница» продолжит наш эфир. Оставайтесь с нами. 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 Растяни свой баян, И ты среди душу отогрей. Эх, душа красота, Эх, отчаянная, Как века широка, Без конца играя, Эх, была не была, Эх, гуляй и сильней, Растяни свой баян, И ты среди душу отогрей. Эх! И вы знаете, пока шла реклама и был музыкальный номер, Я узнал еще один секретный ингредиент этих замечательных тортов, Которые сегодня участницы вокальной группы, Вокального ассамбля «Антистресс» принесли к нам. Лидия Степановна, на одном написано «Антистресс», И причем видно, что это в магазине такого не купишь, На втором написано «Жартовницы». В чем секрет? Секрет в том, что когда к нам приезжает гость, Вот когда девятого была у нас в гостях, Ермоленко, ну, многие солисты именитые, Сорокий ансамбль, мы печем им только жартовницы. Это какой-то фирменный рецепт? Это фирменный рецепт, и наши участницы пекут, И рецепт не выдают, это только патент. Если кого-то интересно будет, то тогда расскажем. А второй – это «Антистресс». Когда приезжают юмористы, Вот был Христенко у нас, Крыжановский, Был и великий наш Владимир Винокур. Мы угощали таким тортом, Который называется «Антистресс». Сказали, замечательно, придает настроение, Сразу хохочет, потому что это же… Стресс снимает как рукой? Стресс снимает, театр пародии. Все дело в волшебных буквах? Или все-таки в отношении к которым хозяйки? И в буквах, и в то, что вложили те, Кто делали его участницы. Друзья мои, за рамками эфира мы обязательно Попробуем, какие же на вкусы жертвовницы И что такое по вкусу «Антистресс». Времени у Малима бежит. Вопросов у меня еще достаточно много. Делитесь планами на будущее. Где вас увидеть в ближайшем будущем? Ну, кроме как в эфире программы «Добрый вечер, Гомель». Ну вот, в субботу мы выступаем на Старом аэродроме, да. Так что, приходите. Завтра в Чонках, ну, не поедут туда, в Чонках. У нас, в общем-то, телепроектов нет в этом году. Мы уже просмотрели. Но есть фестивали. И я думаю, что летом мы будем где-то участвовать в двух-трех фестивалях. И проводим осенью свой. Нам года не беда. К нам приезжают тоже и россияне, и со всей Белоруссии. Так что работы хватит. Даже в отпуск лета. Ну, еще как у Якубовича, у меня просьба. Можем мы ли нашему участнику, который находится в больнице, прекрасный солист Григорий Терещенко, пожелать здоровья. Конечно, даже нужно. Болеть не нужно. Нужно выздоравливать и нести мир, добро и хорошее настроение людям. Выходи скорее, мы скучаем по тебе. Я хочу сказать огромное спасибо все вместе и каждому в отдельности за то, что нашли время заглянуть к нам на огонек. Рассказали много тайн, секретов. Поделились просто хорошим настроением и хорошими житейскими советами. Друзья, в гостях у нас был вокальный ансамбль «Жартауницы» под управлением Лидии Степановны Еловой. Всем хочу сказать, что завтра будет новый вечер. Безусловно, он будет добрым, поэтому в 20-25 как всегда включайтесь на телеканал «Беларусь-4». Ну а также не забывайте заходить в нашу группу ВКонтакте, подписываться на нас. Ищите нас в Инстаграм, нашу страницу телеканала «Беларусь-4». Добавляйтесь в подписчики, ищите меня лично в Инстаграм. Я с удовольствием подружусь с вами, будем общаться и дарить друг другу позитив и хорошее настроение. Ну и, конечно же, этот вечер мы не можем закончить просто так. Обязательно песня, песня «Грай гармоник». Буквально несколько слов. Что это за песня? Ну, это песня мы всегда заканчиваем концерт. И пожелания людям добра, здоровья и о нашей Беларуси. Великолепно, друзья! Увидимся на телеканале «Беларусь-4». Ну а пока что этот вечер завершают великолепные артисты, которые сегодня у нас в гостях. Буквально через мгновение они появятся здесь. Буквально через мгновение Буквально через мгновение Беларуси будут жить. Ресторонка дорогая, Беларуси родный край. Край народ нам не спевает, В дым лучней гармонии рай. Эй, и край гармонии сегодня наша вся такит. Поверьте, в этом треба дорожит. Буквально через мгновение, Гармонии в нашем крае, Беларусь будет жить. Беларусь будет жить. Наши краи, наша мова будет жить. Наша мова будет жить. Наша мова будет жить.